приветствую коллеги ассалам алейкум мир дому вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен мониторинг ресурсов вашего линукса с помощью команды топ поэтому если вы на месте если вы готовы напишите плюс в чат ну или в комментарии ну а я буду начинать для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко я сертифицированный инструктор академии циска и линукс профессионал института кандидат технических наук по специальности информационной технологии ну а здесь я представляю университет cd-ком где мы помогаем студентам начать эти карьеру айти специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированные кадры мастер-классы это новый формат обучения основанный на принципе леонин байдуин обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллеги я буду все рассказывать показывать объяснять демонстрировать ну а ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умений навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше но и вообще изменить свою жизнь к лучшему к стабильному прогнозируемому лучшему поэтому коллеги присоединяйтесь присоединяйтесь к сегодняшнему мастер-классу и так что же вам необходимо для того чтобы как говорится все у вас получилось вот в сегодняшнем мастер-классе коллеги для этого вам необходимо вот это вот статья с нашего блога ссылку на статью вы найдете в чате и в описании под этим видео соответственно переходите здесь все детально расписано ну и вам не нужно будет делать там переписывать с видео команды где не очень видно да особенно если плохое качество интернета можно просто сделать control c control v так будет намного легче следующий важный момент то что вам понадобится linux linux до консоль вот у меня есть консоль соответственно я в ней буду тоже все выполнять все в ней делать а вот тренироваться поэтому вот вот собственно то что нам надо итак поехали 16 примеров использования команды топ что важно коллеги то что ресурсы вашего linux необходимо мониторить но бывает такое что что-то там зажрала вы так вот вот запускаете консоли чувствуете что прям тормозит да значит соответственно что-то все ресурсы зажрала что-то куда-то там чем-то не тем занимается и вот соответственно возникает вопрос как выяснить куда именно делись ваши ресурсы и вот здесь вот вам и поможет утилита топ которая может вам показать все потребление ресурсов вашей системы и так поехали поехали значит начинаем по очереди все это делать и соответственно все тренируемся и так шах 1 коллеги пример 1 просто давайте запустим топ и познакомимся вот то что здесь показывается значит что мы видим мы видим значит начну с верхнего левого угла до топ написано дальше 1742 это сколько часов работает мой компьютер 17 часов 42 минуты 21 секунда 9 дней 9 дней сейчас кто-то обязательно щас чат напишет ты что там вообще 9 дней не спишь да к сожалению да мой компьютер работает 9 дней вот и соответственно и соответственно вот как бы да такие моменты дальше пишется сколько до 435 сколько пользователей залоги не нам систему у меня один да потому что у меня один ноутбук собственно дальше дальше больше всего нас будет интересовать вот этот параметр лод и вернишь это вот собственно нагрузка на систему соответственно здесь три параметра 024 это все в процентах да то есть вот это за минуту за пять минут и собственно за 15 дальше опять новая страль строчка task сколько у меня задач запущена ну это процессов там до 260 один ранен остальные sleeping стопать остановленных 0 но вы тоже один из важных параметров зомби до зомби это те процессы которые собственно повисли подвисли и чё-то там вот как бы не хотят делать да дальше коллеги идет потребление процессора вот она да тоже все это дело расписано значит что важно то что ну как бы ну как бы процессор да дальше по памяти следующая строка памяти сколько памяти всего использовано свободно бафферс это в буферы сколько ушло один из интереснейших параметров коллеги это свап это подкачка да соответственно тоже вот у меня даже что-то используется но это в байтах в байтах размер да то есть если 17148 то это 17 мегабайт ну и фактически видите все идет в в кэшет в кэш там и куда-то там дальше поехали дальше опускаемся еще ниже коллеги ну а здесь уже такая вот у нас типа а-ля табличка соответственно пит это процесс айди это идентификатор процесса по которым вы можете идентифицировать этот процесс дальше юзер это собственно какой пользователь от какого пользователя работает вот этот вот процесс но у меня вот видите на юзер руд да мне нету больше пользователей на компьютере дальше пир это приоритет приоритет процесса вот он да дальше есть н.ай это относительный приоритет 19 видите до самый минимальный процесс приоритет у меня стоит по моему для firefox ада дальше дальше 3 параметра это собственно виртуальная память сколько использовано сколько использовано виртуальной памяти вот соответственно процессом до конкретным процессом сколько чего использовано вот соответственно дальше следующий параметр это с это статус до состояния процесса конкретного но вот с означает слип слип то есть процессы они как бы как работает компьютер он по прерыванием работает да то есть конкретный момент времени что-то выполняется вот видите буковка r то есть вот у меня топ выполняется поэтому буковка r остальное время процесс спит ну или вот сейчас меня запущенный firefox вот видите он у меня был слипнутый там да соответственно он у меня отдыхает вот потом он просыпается что-то там делает и опять засыпать дальше сипею колонка показывает сколько используется процессором мем сколько используется памяти time показывает сколько процессорного времени использовал конкретный процесс но процесса льна во времени от начала запуска этого процесса да то есть вот например я запустил там хром и фактически он изюзал у меня два часа там 16 минут сколько-то там вот вот этого вот процессорного времени вот такие вот собственно колонки коллеги в принципе ничего тут такого супер сложного нету поэтому пожалуйста запустите давайте тренироваться и соответственно все вот эти нюансы будем с вами изучать да и пробовать нажимать и так дальше и так коллеги с вас цифра 1 в чат ну или в комментарии если вам удалось запустить топ и вот собственно с ним вот так вот разобраться и хотя бы посмотреть какие тут колонки есть что где там как там куда там поэтому пожалуйста цифра 1 в чат или в комментарии вы супер-пупер молодец дальше как выйти выйти q ну или в вариант номер два это control c control c да то есть вот так вот собственно это дело все запускается и так двигаемся дальше следующий пример давайте следующий пример это сортировка процессов дам ну то есть получается что у нас есть по сути таблицам и так еще раз запускаем топ у нас есть таблица и соответственно как же мы будем это дело все сортировать вариант номер один это по пиду процесса идида можно посортировать да можно соответственно для этого нужно нажать shift n shift n ну и вот пожалуйста сортировка идет от самого старшего процесса до самого меньшего да то есть вот до 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 первого процесса ну первый процесс это будет у меня тут а и нет вот он да и нет ну и потом дальше пошла запуск ядра значит это это получается сверху вниз до дальше если вы хотите от первого до последнего то shift r большое до shift r большое shift r ну смысле r большое да понятно shift n соответственно будет от верхнего нижнего тоже бывает иногда вот там например вы там что-то хотите найти там да и как бы она все прыгает если сортировка по процессору там или по памяти поэтому бывает иногда нужно что там найти вот ну мы дальше будем с вами это выполнять там да и убить какой-то процесс или поменять его приоритет поэтому вот удобно как бы зафиксировать все до чтобы на вас там не прыгала туда-сюда и вот как раз shift n shift r r это дело все позволяет вот таким вот образом делать понятная идея да таким образом коллеги цифра 2 в чат если у вас получилось отсортировать процессы по идентификатору по процесса иди движемся дальше сортировка по памяти использованию процессора до соответственно процесса до соответственно давайте запустим топ у у нас здесь есть памяти да значит соответственно коллеги давайте тренируйтесь запускайте все это дело значит по памяти вот значит какие у нас там памяти есть у нас есть так где она тут у меня делась значит у нас есть у нас есть виртуальная память значит где она делась вот она вирт дам виртуальная память дальше резидентная виртуальная память и общая виртуальная память соответственно вот три колонки Вот и, соответственно, дальше идет. Вот, например, XOR использует там 53-528. Это общие виртуальные памяти там, да. Или вот Chrome 115-832. Вот такие вот, собственно, колонки. И, соответственно, по ним тоже можно сортировать, да. То есть, вот куда делась оперативно-память на сервере. Кто ее зажрал, как это выяснить. Соответственно, нажимаем M большое, да, MP. И вот, пожалуйста, у нас сортировка будет по памяти, да. По памяти, значит, по памяти. Вот она, пожалуйста, у меня тоже получилась, да. То есть, вот такая вот идея. Вот, здорово, да. То есть, вы можете это тоже отсортировать и будет это видно. Итак, коллеги, цифра 3 в чат, если у вас получилось сортировать по памяти. Едем дальше. Следующий пример, коллеги, это сортировка по времени выполнения, да. То есть, по сути, вот по колонке тайм. По колонке тайм. Итак, давайте нажимаем MT. И, соответственно, вот оно сортировалось у меня по тайму. Таким образом, у меня самый дольше запущенный процесс COMPIS. 90 часов, там 1 минута, да. Дальше идет Chrome 5938. Ну, еще один Chrome. XORG. Вот что-то там, да. То есть, Unity там. Ну, и вот оно, пожалуйста, все это дело сортируется. То есть, вот таким образом, по сути, вы можете сортировать по колонкам. И это тоже весьма-весьма удобно. Итак, коллеги, цифра 4 в чат. Это означает, что вы супер молодец. И у вас все получилось посортировать по времени выполнения. Поехали дальше. Отображение процессов конкретного пользователя, да. То есть, вы там, например, хотите, у вас много чего тут запущено, там, да. Вы хотите конкретного пользователя. Для этого мы запускаем топ, пробел минус U и указываем пользователя. Ну, я работаю под пользователем юзер. Поэтому пишу юзер. И, пожалуйста, вот все процессы, если вы посмотрите, тут вот где пользователи. У меня здесь нет уже рута, там, например, там, вот, или там каких-то других пользователей. Если у вас, там, например, там, веб-сервер, там, еще что-нибудь на сервере, там, SQL, там, да. То есть, вы можете именно выбрать по конкретному пользователю, там, PHP, FPM. Соответственно, вот можно так вот отсортировать. И тоже будет видно, что же у вас там запущено. Итак, коллеги, цифра 5 в чат. Это означает, что вы супер молодец. И вы сумели отобразить процессы по пользователю, по пользователю. Итак, движемся дальше. Дальше, значит, дальше давайте посмотрим активные процессы. Значит, да, запускаем топ. Что мы смотрим? То, что у нас вот в статусе, видите, в основном у нас буковка S. Это значит, слиппинг процесс, да. А как отобразить именно активные процессы, те, которые у вас работают. Для этого нажимаем букву Z, большую, да. И, соответственно, здесь появляется такое меню. Да, значит, color, mono, on, taskbar, bolt, event, там, да. Select target, message, prompt, summary, date, column, head, там, так дальше, да. Ну и вот можно здесь выбрать, например, там, в каком цвете это будет. Ну, мне нравится зеленый, да. Поэтому давайте вот так вот. И, пожалуйста, вот будет отображено именно выполняемые процессы. Те, которые у вас, вот, активные процессы, да. Которые у вас вот активно работают. Здорово, да. Итак, коллеги, цифра 6 в чат. Если у вас получилось тоже, как у меня, это дело отсортировать. И вы видите похожую картину. Поехали дальше. Поехали так, выйдем, чтобы не сбивать все это дело. Итак, значит, запустил опять абсолютный путь к процессу. Да, то есть вот здесь вот у меня как command, видите, написано Chrome. Или там, там еще какой-то там, гвейк, например, там, да, вот Firefox. И вот возникает вопрос. А как же, как же понять, вот, вот, какой это процесс, откуда он именно запущенный. Для этого нужно нажать букву C. И, соответственно, пожалуйста, смотрим. Слэш ОПТ, Google, чего-то там, да. Google Chrome, там и так дальше. Вот, Google Chrome, Chrome, там, да. Или там, USR, Lib, Firefox, Firefox. Понятно, да. То есть вы можете прямо увидеть путь, слэш USR, там, Python, Гвейк, чего-то там, да. То есть, ну, меня воно прыгает, то не очень удобно, как бы, да. Но, тем не менее, да, вот, пожалуйста, полный путь уже высвечивается. USR, Lib, XOR, XOR, да. То есть, вот, пожалуйста, все это дело видно. То есть, коллеги, удобно, удобно, здорово, здорово. Итак, цифра 7 в чат. Это означает, что вы супер молодец. И вы уже посмотрели, вы знаете, как посмотреть путь к процессу. То есть, где, что у вас там запущено. Здорово. Поехали дальше. Значит, следующий пример, коллеги, это изменение интервала обновления. То есть, вот, как бы, запустил. С одной стороны удобно, вот, ну, как бы, не очень быстро прыгает. А с другой, вот, мы хотим путь посмотреть, нифига не удобно, да. Поэтому возникает вопрос, как поменять интервал обновления. Соответственно, для этого нужно нажать маленькую букву D. И смотрите, здесь интервал стоит по умолчанию 3 секунды. Поэтому, если вы хотите быстро смотреть, то я вот меняю на единицу. Соответственно, у меня оно будет прыгать быстрее. Но, как результат, я не смогу там более детально там увидеть, там, что-то там, вот, да. Потому что пути длинные, там, вот. Не очень удобно, да. Да, поэтому, об этом D и ставим там, не знаю, 5 секунд. 5 секунд, да. И вот, пожалуйста, я могу рассмотреть. USR, Lib, Firefox, Firefox. Дальше там. OPT, Google, Chrome, Chrome. USR, Bing, Python, USR, Bing, Wake. Понятно, да. USR, Lib, там, ACP, ID, т.д. и т.д. и т.д. иванс. То есть, вот, пожалуйста, я могу теперь это дело все отсортировать. Измените время обновления. Здорово. Итак, коллеги, у кого получилось, как у меня, с вас цифра 8 в чат. Это означает, что вы супер молодец. Вам удалось, собственно, изменить интервал обновления топа. И весьма-весьма здорово. Движемся дальше. Завершить процесс. Вот что-то там у вас зажрало все там, да. И вы, соответственно, хотите завершить процесс. Но, опять-таки, у меня, видите, прыгает сильно там, да. Вот. Значит, вот у меня здесь есть открытый Firefox. У меня есть пациент, открытый Firefox. Вот он, да. Соответственно, я хочу завершить вот этот самый Firefox. Вот. Ну, давайте мы его и завершим. Как мы завершим, коллеги? Первое, нужно найти этот процесс. Найти. Ну, прыгает, видите, да. Соответственно, что сделать? Сделать сортировку. Там, например, shift, там, n, например, там, да. И вот, пожалуйста, у меня здесь все отсортировано. И вот, пожалуйста, есть у меня Firefox. И, соответственно, тут, ну, в нем, как бы, много процессов, да. То есть, вот, ну, давайте мы какой-то из них завершим. Тридцать тысяч тридцать один, да. Соответственно, вот так вот я подхожу. Дальше нажимаю маленькую букву К. И, соответственно, kill, значит, тридцать тысяч тридцать один. Да. Значит, я нажимаю kill. Ну, можно в руками ввести там, да. Дальше вы можете выбрать, какой процесс, какой сигнал завершения послать. Вот эти сигналы есть там, да. Пятнадцатый это будет стандартный выход. Вот можно там девятый послать, чтобы ядро прям совсем его, как говорится, убило. Ну, вот я нажимаю пятнадцать. И по умолчанию enter, да. И, пожалуйста, коллеги, вот, вуаля, у меня Firefox, видите, пропал. Пропал, то есть, если я его запущу, наверняка скажет мне, что, что we have trouble getting your badge back. Там, да, то есть, он у меня не так завершился. Почему он у меня некорректно завершился? Потому что я его прибил, прибил, как бы, вот, прибил вот своим, своим этим, вот, вот, как бы, таким вот подходом, да, как бы, завершением. И так, понятно, да, start new session. Так, вот, пускай у меня запускается, теперь мы его корректно завершим. Итак, коллеги, в кого получилось прибить процесс, как у меня, ну, вот, вы там у себя можете использовать другой какой-то пример, там, напишите цифру 9, да, можете другой процесс какой-то завершить, вот, для примера. Итак, сортировка по загрузке процессора. Значит, ну, по умолчанию, когда вы запускаете, вот, топ, то по процессору оно и так сортируется, там, вот, но мы, вы можете, там, нажать shift P и, соответственно, вот оно по процессору тоже будет у вас сортироваться, да. То есть, вот такие вот варианты сортировки, там, да, или там shift N, например, там, да, теперь shift P и вот, пожалуйста, я вернулся на сортировку по потреблению именно процессора, да. То есть, сортировка идет по колонке CPU. Ну, и мы видим, да, то есть, тут 6,6 максимально, дальше 5,0, 3,0, 2,7, ну, и так дальше. То есть, сортировка работает. Итак, коллеги, напишите цифру 10 в чат, если у вас получилось, как у меня, сортировать по потреблению, по загрузке процессора. Движемся дальше. Установите приоритет. Приоритет. Можно ли поменять приоритет? Нет, то есть, вы смотрите, что у вас какая-то штука-дрюка, значит, я запускаю, вот, хром, да, на нем будем тренироваться, да, вот, соответственно, вы запустили какую-то штуку-дрюку, вот, оно у вас там что-то жрет ресурсы, соответственно, как поменять? Нажимаем букву R, R это RENICE, соответственно, вы можете поменять приоритет процесса, вот, на тот, который вам нужен. Итак, значит, минус 20, это самый высокий приоритет у вас будет, да, значит, 19 самый низкий. Да, здесь PID, то есть, по умолчанию можно стать, как бы, стрелочками, да, и он говорит, вот, 714 процесс, если оно у вас прыгает, вы можете просто видеть номер процесса, там, 30 на 1920, да, можно здесь поменять. Но я менять не буду, я нажимаю Enter, ну, и дальше мне говорит система RENICE PID to value, то есть, какую value ввести? Я хочу, чтобы мой Firefox был самый неприоритетный, да, то есть, чтобы он не грузил мою систему и, как говорится, ничего не подвисало. Поэтому я что делаю? Пшут 19, 19, нажимаю Enter. Да, обратите внимание, смотрите, приоритет по умолчанию 20, относительный приоритет стоит какой? 0. Относительный, это относительно чего-то другого, относительно других процессов, да. Значит, я делаю 19, самый низкий приоритет, нажимаю Enter. И теперь посмотрите, вот он у меня, да, значит, приоритет у меня стал, так, где Firefox опять убежал, вот он. Значит, Firefox был у меня, стал 39 приоритет, да, а относительный приоритет у меня стал 19, да, относительно других процессов. Ну, и посмотрите, он у меня опустился вниз, там, да, вот он, 3,6, сколько, 2%, где он делся, а я сбежал вообще где-то, вот он, 1,7, там, да, то есть, вот он. Вот, поэтому точно так же можно делать и с другими процессами, то есть, я теперь могу там шариться где-то в интернете. Ну, и Firefox не будет мой ноутбук прям там гудеть, взлетать, там, вот все это дело можно вот таким образом, как говорится, прикручивать. Итак, коллеги, у кого получилось выполнить изменение приоритета процесса, напишите цифру 11 в чат, и это значит, что вы супер-пупер молодцы. Ну, а мы движемся вперед, движемся вперед. Итак, проверка загруженности процессорных ядер. Значит, что важно, то, что сейчас ноутбуки, ну, и вообще компьютеры в целом многоядерные, да, поэтому может писать система даже, что у вас потребление процессора больше 100%, вот эта колонка CPU может быть больше 100%. О чем это говорит? О том, что, о том, что у вас многоядер. Так вот, как же посмотреть разделение по ядрам? Для этого нужно нажать цифру 1, 1, и, пожалуйста, вот оно, как все это дело разделяется. Вы можете прям по ядрам посмотреть. Соответственно, CPU 0, 1, 2, 3, то есть, у меня на ноутбуке 4 ядра. И, соответственно, по ядрам я это тоже дело разделил. Убрать тоже единицы, да, то есть, вот таким образом это дело все разделяется, и вы можете тоже посмотреть. Итак, коллеги, у кого удалось посмотреть загрузку вашего компьютера по ядрам, напишите цифру 12 в чат, и это означает, что вы супер-пупер молодец. Итак, движемся дальше. Сохранение результата вывода команды топ файл. Бывает такая потребность, да, коллеги, иногда нужно сохранить файл, то есть, вы, например, там пишите статью, да, в нашем блоге, например, там, да, или еще что-то, или хотите на форум куда-то там запостить, там вас что-то там зажрало. Вот, ну, обычно как делают, вот так вот выходят и нажимают print screen, а потом картинку туда прикрепляют. Но есть более лучший способ. Значит, мы делаем топ, дальше минус N, это количество обновлений. Обновлений мы делаем 1, да, 1 обновлений. Дальше минус B, это означает, что будет сделан вывод файл, да. Ну, и дальше делаем перенаправление потока. Ну, и пишем топ output text, например, тогда. Enter. Все, у меня отработало, да. Давайте очищаем терминал. И теперь лессом я могу посмотреть, да, лессом, например, посмотреть. Вы знаете, как красиво у меня все вывелось, да. Причем вот оно, вот оно, смотрите, вывелись все процессы, коллеги, отсортированы. То есть не то, что я вижу вот, вот как бы в консоль, а прям все. Все, посмотрите, да, 32671, все мои процессы, вот они тут все, пожалуйста, вывелись. Вот такая вот интересная штука. То есть вот таким образом мы можем это делать все смотреть. Так, здорово, здорово. Итак, коллеги, цифра 13 в чат, это означает, что вы супер-пупер молодец, что у вас все получилось, как у меня, и вы сохранили работу, результат работы вашей команды топ файл. А мы движемся дальше. Вы видите список простаивающих процессов. Значит, коллеги, что важно, то, что процессы есть со статусом sleep, соответственно, есть R, вот R у меня, видите, R, R, да, ранен. Вот топ у меня ранен, так S, sleep, соответственно, вот я хочу сделать вывод именно бездействующих процессов, да. Соответственно, для этого я нажимаю маленькую букву I, I. И, пожалуйста, вот у меня все бездействующие процессы, которые здесь вот высветились, да. Ну, понятно, иногда будет R попадать, потому что, как бы он там с прерыванием-то вызывается, все равно там периодически, да. Но, тем не менее, вот тоже можно такой вот списочек вывести. Итак, коллеги, цифра 14 в чат, если вам удалось вывести sleeping процессы. Дальше, как получить справку? Тоже очень важный момент. Нажимаем букву H, H и, пожалуйста, ну, здесь лучше всего развернуть, наверное, и так, наверное, тут я сделаю Q, да, H. И вот, пожалуйста, справка тоже весьма видна. Можно тут тоже все это дело посмотреть и, соответственно, будет видно. Так, таким образом, коллеги, вот help, опять-таки, можно посмотреть, как, где, что. Тоже, кстати, можно там сохранить конфигурацию, там, да, ну, тоже весьма-весьма удобно. Итак, Q, выходим. Значит, следующая цифра у нас там какая? Значит, по счету, коллеги, цифра 14, а, 14 была, 15. 15, если вам удалось, как и мне, посмотреть help к команде top. Здорово. Движемся дальше. Найдите выход из окна команды top после определенного количества обновлений. Тоже весьма удобно, да, то есть вы хотите запустить top, ну, и, соответственно, чтобы он не висел там все время, а через там, например, 10 обновлений, 100 обновлений, там, вышел у вас просто, да. Соответственно, top минус n, например, 10 обновлений. И, пожалуйста, обновление раз в 3 секунды по умолчанию, да, таким образом, через 30 секунд, получается, все это дело выйдет. Но мы можем, как говорится, изменить, нажать букву D и время обновления поменять на 1 секунду. И, соответственно, смотрите, сейчас пройдет там сколько там, 9 секунд, там, да, 9, 8. Все, пожалуйста, вышел, да. Вот таким образом тоже это дело все можно менять. Здорово. Значит, коллеги, цифра 16 в чат, и это означает, что вы супер-пупер молодец. Ну и вы, как говорится, прошли курс молодого бойца, как пользоваться утилитой топ. Значит, ну, что бы я хотел отметить отдельно, то, что топ, он по умолчанию стоит на большинстве дистрибутивов. Дело в том, что не всегда бывает такое, что вот, как бы, есть намного лучше утилиты там, да, для просмотра загруженности, которые рисуют красивые графики, псевдографику даже в консоли там, да, и намного понятней, намного удобней, я бы так сказал. Но какой там недостаток, то, что нужно что-то доустанавливать, например, там, Python, вот, или там, значит, еще какие-то там утилиты там, да. То есть, не всегда это хочется, вот, в систему затягивать непонятно что. Бывает такое, что сервер чисто специализированный там, да, или это может быть контейнер в том, что там, докеры, например, там, да. И вы, как бы, ну, зачем туда затягивать непонятно что, да. Поэтому, коллеги, топ, топом нужно уметь пользоваться. Вот это очень важный момент. Итак, коллеги, кому был интересен сегодняшний мастер-класс, оцените его лайком, вподобайкой, ну, или нравликом. Ну, а если для вас интересна тема Linux, сетей, кибербезопасности, программируемых систем, DevOps, мы вас приглашаем к нам на курсы, где вы сможете систематизировать все ваши файлы, все ваши знания в формате Learning by Doing. Вот так вот я делаю, вы за мной повторяете, ну, и, как бы, и все получается, да. То есть, ничего сложного нету, берешь, тренируешься, есть результат. И что важно, коллеги, на выходе у вас будут международные сертификаты, и мы еще помогаем с трудоустройством в большие международные компании. Поэтому, добро пожаловать. Ну, а на этом все. Ассалам алейкум, мирному вашему. Берегите себя своих близких, несите тяготы друг друга. Помните, коллеги, что сила единственная, поэтому, если у вас что-то не получается, то, пожалуйста, пишите. Пишите комментарии под видео, пишите в мой WhatsApp, заходите в гости. Все, что в наших силах, мы будем вам помогать. На этом все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok